Дом скорби на скорбной земле Гранта Моррисона и Дэйва Маккина. Давно хотел записать обзор на этот комикс, но все у них не находили руки и когда записал обзор на комикс 30 дней ночи, понял, что откладывать больше нет времени и нужно выделить, найти время и возможность, чтобы записать этот ролик. И вот пока я еще в отпуске, я решил как раз таки записать обзор и показать вам этот комикс. Думаю, что фанаты Бэтмена и в частности Гранта Моррисона прекрасно про этот комикс знают, но тем не менее, тем не менее, лучше поздно, чем никогда об этом рассказать. Давайте начнем. У меня на столе издание от Азбуки. Первая печать, я не знаю, вторая издавалась или не издавалась. Вроде как слышал, что должны были издавать, но как будто бы потом права DC на издательство в России у Азбуки забрали. И как будто бы больше-то его и нет. И сейчас этот комикс найти довольно сложно, но тем не менее, нет-нет, бывает, всплывает на Авито. В целом, считаю, что это одно из лучших приобретений и надеюсь, что когда-нибудь в будущем смогу приобрести абсолютное издание в оригинале, потому что оно выглядит, конечно, очень круто, и рисунок Дэева Макина, его психоделический, очень здорово бы иметь в личном формате. Но тем не менее, Азбука тоже постарались на славу. Книга получилась довольно хорошей, с большим количеством доп. материалов, которые превышают сам рассказ, сам комикс, наверное, раза в три точно. Ну ладно, я так много сказал, давайте начнем смотреть на саму книгу и, походу, еще пару комментариев от себя тоже добавлю. Напомню, что данная книга строга 18+, потому что здесь много разной чертовщины и жести. Лицевая сторона книги выглядит так, корешок выглядит таким вот образом, задняя сторона книги выглядит так. Ну и надпись гласить, что это один из самых популярных графических романов всех времен на русском языке. Теперь, впервые. Я бы от себя отменял, что это не только популярный, но один, наверное, из самых лучших графических романов, которые я успел за свое время, вот сколько увлекаюсь комиксами, прочитать. Ну да, пока не убежал вперед. Вот, кстати, если посмотрите по цвету, вот темная часть книги – это сам комикс, светлая – это все доп. материалы. То есть, можете посмотреть, сколько этих доп. материалов в данной книге. Так, давайте начнем. Чем этот комикс, этот роман примечательен? Тем, что, в первую очередь, он невероятно круто и необычно нарисован такими, как сказать, похожими на краску мазками, с очень таким, тоже повторюсь, психоделическим стилем оформления. И местами мне этот комикс напоминает как раз-таки вот Silent Hill в лучших его проявлениях. Здесь именно такой линией сквозной весь комикс проходит тема психических расстройств, психических заболеваний, фантазии, которые порождают эти психические расстройства. Ну, и такое нестандартное есть противостояние нашего Бэтмена, который здесь, в общем-то, где-то на фоне, на стороне, и он не главный персонаж этой книги этого комикса. И его, скажем так, суперзлодеев, с которыми он противостоял, с которыми он сражался, и которых он постоянно загонял, закрывал, заточал в лучшимицу Архаму. Ну, параллельный сюжет этому противостоянию, это, так сказать, предыстория этой самой Лечебницы и ее, ну, рассказ создателя, скажем так, это самого Амадея Архама, если я правильно помню его имя. И тоже, так сказать, история его трагичная. Давайте так скажу, чтобы сильно про него спелить. В любом случае, кто захочет, сможет вставить на паузу, почитать, посмотреть, но я об этом пока не буду вслух распространяться. И вот здесь, наверное, этот комик тем интересен, что здесь Бэтмен сталкивается со своими страхами, и одну из фраз, которую он бросает еще в начале самого комикса, о том, что ему он ничего не боится, но ему страшно, что, придя в Архам, он поймет, что он оказался дома. Что он, на самом деле, такой же сумасшедший, как и все те, кого он озадачил. А здесь мы столкнемся и с самим Джокером, соответственно, и с Дувуликим, и с Безумным Шляпником, и Кроком, Пугало, ну, и еще рядом других злодеев. И на самом-то деле, если порассуждать, то Бэтмен ведь действительно вполне мог бы быть таким же психически нездоровым человеком, как и те, кого он сюда засадил. Потому что он наряжается по всем летучей мыши, он испытал тяжелую травму в детстве, сгибли родители, которые погибли на его глазах. И вполне возможно, что на самом деле Архам это место не только для тех, кого он сейчас оточил, как суперзлодеев, но и для него самого. И вот здесь этот посыл-то, мысль проходит сквозь весь комикс, весь рассказ. Что довольно интересно посмотреть на эту сторону Бэтмена, которая не так часто в комиксах поднимается. Ну, отдельно действительно стоит отметить историю Амадея Архема и его психическое расстройство, к чему они тоже привели. И в общем-то, в целом, действительно, когда ты читаешь этот комикс, у тебя мурашки по коже. Я вот сейчас вам про него рассказываю. Я недавно его перечитал специально для того, чтобы память тебя освежить. И у меня за окном глубокая осень, идет дождь, все серое, мрачное. Где-то на фоне здесь, надеюсь, вам не слышно, у меня ругаются соседи. И такой звук машин, проезжающих по мокрому асфальту, по мокрой дороге, все это навевает такую депрессивную, тоскливую какую-то атмосферу, настроение. И как будто бы очень подходящую к этому самому комиксу и к его настроению. В общем, когда я его впервые читал, в некоторых сценах действительно мурашки были по коже, потому что, ну, тема психики и его расстройства, эта тема сейчас, наверное, одна из актуальнейших. И Алан Мур со своей работой предвосхитил эту тему как бы много лет назад. Ну и отдельно, вот, да, стоит отметить именно художника Дэйва Маккина, который просто потрясающе нарисовал и проиллюстрировал этот рассказ, этот графический роман. Ну, а мы на самом деле подошли к концу комикса. Здесь, наверное, я бы один акцент сделал на эту сцену, здесь выпала возможность двуликому решить, погибнет ли Бэтмен, вылечебница Аркем, убьют ли его злодеи, или же он сможет выйти на свободу. И вот монета выпала так, что Бэтмена злодея отпустили, и на гонку уходящему Бэтмену Джокер бросает такую фразу «Хорошо тебе повеселиться там снаружи». Пауза и в психушке. То есть он намекает, воспринимает и дает понять, что на самом деле та самая психушка, это не сам Аркем, в котором находятся сейчас главные герои и злодеи, а там, за пределами Аркема, тот мир, куда сейчас Бэтмен возвращается. И здесь на самом деле сложности не согласиться, потому что он расскажет, что действительно наш мир – это та еще психушка. Ну вот, и, в общем-то, здесь есть несколько страниц с такими, ну, я бы сказал, наверное, некоторыми пояснениями, почему тот или иной образ, психическое расстройство сформировалось у того или иного персонажа и злодея. Вот Бэтмен, как он выбирал свои костюмы, почему летучая мышь, Джокер с темой Орликина, есть Двулики, опять же, есть Безумный Шляпник, ну, и ряд других персонажей. Довольно любопытно. И самое главное, самое интересное, что каждого злодея, каждого персонажа отдельно описывает почерк. Тоже очень здорово. Правда, иногда тяжело читать, откровенно говоря, не всегда понятно, что там написано. Но, тем не менее, немного информации про самого Гранта Моррисона, про Дэйва Маккина, благодарности. А дальше начинается тема кучи допов. Мы их с вами просто вкратце пробежимся, посмотрим. Я не буду останавливаться подробно, здесь просто много текста. Первое, что нам здесь представлено, это полный сценарий примечания Гранта Моррисона. Как, в общем-то, изначально и создавалась вся эта история. И вот отдельно на досуге прочитать довольно интересно и здорово. Правда, любопытно и позволяет посмотреть по ту сторону создания комиксов. Как это вообще, насколько это действительно тоже кропотливая, объемная и сложная работа. И здесь здорово, что Азбука дали такую возможность посмотреть на то, как эти комиксы создаются. И какую работу должен проделать автор, для того, чтобы потом воплотились в жизнь те самые книжки с картинками, которые мы сами так любим. Ну, здесь реально очень большой раздел. Не буду остаться подробно. Пока листаю, еще раз повторюсь, да, вот очень надеюсь, что мне удастся в будущем приобрести абсолютное издание. И с удовольствием на канале вам тоже его покажу, потому что оно выглядит потрясающе. Потрясающе. Хоть и стоит довольно дорого. Наброски и раскадровка Гранта Моррисона. Тоже еще интересный кусочек, который действительно выглядит довольно прикольно. И позволяет, опять же, проникнуться духом создания комиксов. Кстати, об этом комиксе, это один из первых комиксов, что я приобретал в нольском языке, именно в DC-шных. И он у меня на полке находится уже много лет. Ну, наверное, я его купил примерно в тот же год, когда его издали. Я уже не помню, какой-то был год. Наверное, 2019-й, может быть. Самое позднее, начало 2020-го года. И, ну, сколько времени на книжке на полке. В целом, все равно, качество очень хорошее. Здесь классная бумага, очень хорошо все сшито. Добротно. И это здорово. То есть, качество азбуки и комиксов было и остается очень хорошим. Но, к сожалению, сейчас мы новых комиксов по DC в ближайшее время не увидим. Примечание. Отдельная фишка азбуки. Всегда их за это любил. Потому что много пояснений, комментариев, интересных выводов, интересных идей. И пасхалок здесь рассказывается, расписывается. Примечания я всегда люблю читать. Потому что ты при прочтении не всегда все замечаешь. А вот эти самые примечания помогают вернуться. И, внимание на тот или иной момент. На те или иные какие-то ссылки, которые автор, художник заложили в произведение. Ну, в общем-то, в общем-то, и, по-моему, все. Если я не ошибаюсь. Да. В общем-то, на этом мы и закончим. Отличный комикс, отличный тропический роман. И если вы фанат Бэтмена, если вы фанат Гранда Моррисона, любите интересную психоделику. И хотите почитать что-то неординарное, специфическое, нестандартное. То вам, однозначно, сюда. Это действительно один из лучших тропических романов за всю историю существования комиксов. Ну, а у меня на сегодня все. Увидимся в новых обзорах.